В прошлом главный редактор советского спорта, Радио Говорит Москва, Радио Спорт и многих других. Я все, честно говоря, уже и не помню. Привет. Да и не надо. Мы все должны жить, ты, собственно, взглядал вперед, а не воспоминаниями о том, где были какие крутые места, или мы где были крутые в каких местах. И как это было до войны, я просто скажу, что мы с Николаем на «ты», поэтому будем общаться, наверное, на «ты». Да, не будем изображать излишней... Мы без галстука всего. Но я почему вспомнил Радио Говорит Москва, потому что там в свое время работал и Сергей Доренко, да, если не ошибаюсь. Там бренд переходил от одной частоты к другой, там не совсем такая правоприемственность была, поэтому когда я начинаю кому-то говорить, что вот я с 2006 по 2012 был главный редактор Горит Москва, все начинают говорить, подожди, это вот где Доренко был? Нет, это разные частоты. Просто так Сергею Леонидовичу нравился этот бренд, что ведь в России понятие юридического правоприемственности, правособственности, оно такое очень несколько надуманное, что когда Доренко возглавил одну из радиостанций, он попросил серьезных людей, чтобы помогли ему этот бренд получить, ну и когда уже сверху тебя приказывают бренд получить, там как бы передача бренда была, ну и юридически все было формально грамотно. Я почему вспомнил Доренко, просто понятно, что его уже нет в живых, но многие задают вопрос, а какую бы он сторону сегодня занял? У тебя есть на это? Вопрос очень такой хороший, потому что Сергей Леонидович настолько был иногда перпендикулярен общественному мнению и перпендикулярен существующим политическим трендам, что я думаю, он занял бы какую-нибудь третью сторону. А есть такая? Он бы придумал. Ну, потому что, ты знаешь, я с Доренко общался два раза за закрытыми дверьми, у себя в кабинете запершись, в течение, наверное, ну, два раза по часу, по полтора. Это был 2008 год, я очень хорошо помню, как бы так уже, можно сказать, политическая амнистия ему вышла, он же долгие годы был вне эфира, и он страшно был благодарен тогда Венедиктову за то, что Венедиктов не просто дал ему работу, позвали бы дом убирать, я бы дом убирал, но позвали в профессию вернуться, и поэтому, ну, Сергей Леонидович не был бы сам собой, если бы тут же не стал все выкручивать руки, обозначать особое свое пространство, и поэтому очень быстро стал ходить, так сказать, насмотренно в другие места, куда его возьмут, ну, и с тем, чтобы он очень быстро стал главным редактором. Поэтому у нас разговор не получился, потому что он просто пришел ко мне, чтобы узнать, как занять мое место на радиостанции. Как ты был против. Да, 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 но уже спустя две недели, когда мы должны были найти некий компромисс, ему поступило предложение Русскую службу новостей возглавить, ну, а потом ее переименовать и так далее. Вот, поэтому, или не сразу переименовать, или не ее, ну, это уже не так принципиально сегодня. Но вот я очень многое понял тогда про Даренко, потому что думаю, что он довольно искренен был, когда описывал отдельные факты своей жизни, того прессинга жесткого, который в свое время, году там, с 2003-го случился вокруг его имени, и как его жестко убирали из профессии, и вообще пытались там, ну, не убрать совсем, конечно, еще вегетарианское время было. Но, тем не менее, это не то, чтобы у меня прямо в голове сейчас такой законченный сюжет, знаешь, чтобы я вот сейчас вывалил некий инсайд и рассказал, вот оно, как было на самом деле. Но было интересно. Но все-таки вот Даренко, которого называли телекиллером, и сам он, кстати, гордился этим обозначением, на твой взгляд, все-таки, если сравнить его, его вот эту профессию телекиллера, и то, что происходит сегодня. Там же много у нас телекиллеров, просто они другие. Или это все-таки несопоставимые какие-то величины, и эти люди, это уже не про то, что делал Даренко? Смотри, ну, во-первых, конечно, не про то, но дело даже не в этом. Ведь почему в 99-м году все так смотрели программу «Время», которую вел Даренко? Потому что это, во-первых, радикально отличалось от той программы «Время», к которой все привыкли. Это же такой синдром советского человека был. В 21.00 программа «Время», да? А это еще еженедельно, по воскресеньям, это иной формат. И Даренко был первый, кто позволял себе в эфире вот такие вещи. Во-вторых, Даренко – это все-таки, конечно, шоумен. Только шоумен в жанре политического шоу. Мы привыкли к шоуменам на сцене, да? И почему, когда не стало Даренко, я так перепрыгиваю из 99-го года, сейчас вернусь, огромное количество моих друзей мне говорило в день смерти, на следующий день, коль ты знаешь, я потерял члена семьи. Вот люди настолько привыкли утром ехать на работу и слушать его радиоэфир, что это был тот приятный собеседник, с кем дома или на лавочке во дворе ты можешь сесть и обсудить простым языком. Ну, даже он футбол не любил, но даже когда он про спорт говорил, он рассказывал, ну, вот «Зенит» поехал и играл с местными. Ну, вот так вот пацаны во дворе рассуждают. То есть он был сблизок к аудитории все-таки? Хотя он одновременно был и далек. Это наигранная, может быть, близость такая, чисто лексическая игра, да? Но ведь и эта игра точно так же нравилась в 99-м, когда он вырывал из контекста что-то сказанное Лужковому или Примаковым, но это два главных были объекта тогда. И эту фразу начинал потом активно переворачивать, 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 обсасывать, обмусоливать и доводить до полной противоположности тому, что было внутри контекста сказано. Это была интересная игра, конечно. Но ведь он справился со своей задачей политически. Его успех в том, что... Я не знаю, хорошо это или плохо, что Лужков и Примаков не пришли к власти в 99-м в декабре на выборах Думы или позже в марте 2000-го на выборах президента. Но, наверное, конечно, не предвыборные и выборные внутри цикл технологии тому виной, а все-таки в первую очередь то, что делал Даренко. Ну вот для главного редактора вот этот компромисс, работа с такими фигурами. Ты упомянул Венедиктова и Алексей Венедиктов, кстати, к которому разные отношения, в том числе и у наших зрителей. Алексей Венедиктов у нас бывал и сам говорит, я стал токсичной фигурой, токсичным человеком, которого многие теперь... Да, у меня есть примерно эту тему, очень живой сейчас. Да, но он при этом ведь многих действительно вернул. И Невзорова, и Даренко, и так далее. Он снова открыл им вот эту форточку, возможность вернуться в профессию. Вадим, я начну перпендикулярно. Не потому что хочу Даренко подражать. Нет, смотри. Вот как бы кто бы к Веннику не относился, но он блестящий менеджер, вот почему. Ну, кто о чем в шивая бане, я как бы о внутренней кухне на Эйхе. Ну, ты как редактор и радиоредактор. Да, да, да. Значит, с Эйхом, на мой взгляд, такая ситуация. Там очень небольшое количество людей, такой прям совсем верхний слой, сливки Эйховского общества, имели неплохую зарплату и неплохо могли зарабатывать там за небольшое присутствие в эфире. А большая часть, такой рабочий Костя, она получала по радиомеркам Москвы невеликие зарплаты. Ну, я сейчас не хочу называть конкретную сумму, потому что все меняется, надо оговаривать за какой-то объем работы, но всегда это было меньше, чем на аналогичных позициях, там, на маяке и так далее. Но зато люди искренне, когда вот с ними я общался, говорили, что зато на Эйхе работаю. То есть это компенсирует все то, что я недополучаю. Я вот здесь на Эйхе, я всему учусь, я все это вижу. Вот она, жизнь, вот она вот здесь происходит. И это менеджерский талант Венедиктова постоянно людей мотивировать. Вы же на Эйхе, не где-то. Удастся ли где-нибудь когда-нибудь ему это вот воссоздать, вот эту же атмосферу, не знаю. И я никогда там внутри не был, не знаю, была ли на самом деле такая уж прям хорошая атмосфера, как она об этом рассказывает. Но это талант менеджера. Но Эйхе ведь, как мне кажется, еще и создало огромное количество радиозвезд. Даже вот ты сейчас возьмешь, так как Коммерсант ФМ, ну назови мне сразу. Нет, ну слушай, ты возьми, Вадим. В 90-м году появилась, это была первая нормальная разговорная радиостанция. Ясно, что все лучшее было изначально там, а потом разбегалось. А потом, даже когда вот уже появилось много конкурентов, все равно с Эйхо, узнаваемость людей с Эйхо, даже новых приходящих, она была в разы выше, чем у других. Вот это меня всегда интересовало, как это работает. Ну потому что рейтинг был намного выше, чем у других. И Эйхо оставалась самой популярной радиостанцией. Нет, самой популярной она никогда в Ричдейле, в Викдейле по замерам ТНС, там, Гэллаб Медиа, или потом, как он именовался, никогда не было. Вот, но в топ-десятку входило всегда. А из 50 с небольшим московских радиостанций, где разговорных, дай бог, 10, входить в топ-десятку разговорные тяжелее, входить на вершину. Всем приятнее музыку слушать, не напрягаться. Вот, ну плюс, удивительно, жанр шансон всегда был в топ-четверке, топ-пятверке. Да, я помню, такси как-то ехал по Москве и там... Да, да, ну в нашей стране, где в России, где каждый десятый либо сидел, либо сидел родственник, либо какие-то знакомые сейчас сидят, и надо зону греть, или еще что-то. Ну, конечно, звучание песен радио, шансон, оно было для многих таким очень знакомым. Я когда на радио Грид Москва был совсем юным ведущим в конце 90-х, в начале нулевых, и каждый день мне там сверху спускали, значит, какие передачи, когда у меня там были, на все случаи жизни. Клуб, читающий публики, где мегазвезды, писатели были каждый понедельник. Парад Олег, где каждый вторник там были какие-нибудь цирковые акробаты, или дрессировщицы, или хула-хубщицы, и так далее. И вот там рыболовный клуб какой-то безумный. И, среди прочего, значит, были передачи, посвященные как раз вот тому, о чем мы говорим, да, и вот блатной музыки, как можно назвать, в шумном балагане она называлась, через песню Вилли Токарева. Вот. И она была безумно популярна. Я ее делал, вообще не напрягаюсь, но ставил просто песни, рассказывал об исполнителе, которые там эти, какие-то Иван Кучин, еще что-то. Я сейчас уже не вспомню этих песен, а вот именно спустя 25 лет все в голове остались. Вот. И она была самая популярна из всей вот этой линейки. Ну, то есть, получается, что сегодня радиошансон, метафорическое радиошансон, оно победило в каком-то ментальном смысле. Посмотри, что происходит. Ну, сам шансон изменился. Радиошансон изменился, когда купил Гуцериев. Гуцериев-то все-таки не шансон пишет, а он захотел, чтобы его песни, его стихи, ну, песни на его стихи обязательно звучали на всех радиостанциях его холдинга. И поэтому сам по себе шансон немножко размылся. Не, я даже не об этом. Я о том, что, о чем ты сказал, полстраны сидело, полстраны сажало. Ну, вот это такой популярный образ. И сейчас, когда идет война, когда происходят вот эти трагические события в Украине, мы видим, что делает Пригожин. Он набирает заключенных, он отправляет. И мы видим какие-то совершенно искаженные картинки, когда заключенные идут воевать вместе с российской армией, которая там совершает то, что она совершает. Это еще будут суды выяснять, все, как это назвать. Получается, что это вот то, о чем ты говорил, популярный шансон, она как-то перекликается с этим всем, с этой политикой? Не хотел бы экстраполировать музыкальные вкусы на политическую реальность, и меньше хотел бы вот эту реальность обсуждать. но думаю, что ты где-то близок к истине, потому что ведь очень многим почему-то в России кажется, что это единичный случай. Ну, вот там 100 зэков набрали, там 200. Я тут посмотрел статистику Уфсиновскую, ведь есть некоторые закрытые, ну, как, не тоже закрытые, от всех, прозрачные по бухгалтерии отрасли экономики, но где работают только зэки. И в 22-м году производительность труда в этих отраслях упала на 35-40%. Например, рубка и валка, сплавка леса, и тогда это только зэки работают. Отрасль на 35% упала. То есть, ты понимаешь, количество людей, То есть, можно посчитать сколько? Ну, я не думаю, что это прямо пропорционально, но, наверное, так прикидочно можно посчитать. Ну, тут как раз еще спрашивают наши зрители по поводу спорт. А спорт и политика. Потому что вот часто можно услышать такую мысль, что спорт должен быть вне политики. Я человек далекий от спорта. Мне кажется, что спорт никогда не был далеко от политики. Вот ты согласен с этим? Слушай, тут смотри. Ну, конечно, спорт, особенно в СССР, спорт всегда был продолжением политики. Это соревнования систем. Мы и они. Мы тут сейчас покажем, кто прав, кто не прав. Смотри, я сейчас, боюсь, немножечко тебя утомлю вот этим историческим экскурсом, но постараюсь как бы побыстрее сразу прийти к сегодняшнему времени, объяснить мысль. Вот смотри, спорт появился как массовое явление в 19 веке в самых разных социальных слоях и в самых разных странах. Где-то джентльмены на свежем воздухе пили виски, курили сигары, ну и надо было как-то еще размяться. А где-то рабочий крестьянский слой пил напитки попроще и все равно потом мячик погонять или еще что-то. И в конце 19 века, в начале 20 века это достаточно активно распространялось, приобретало разные формы, появлялись новые и новые виды спорта именно тогда. Все эти там баскетболы и прочее, это как раз все вот на стыке веков прошлого и позапрошлого. И вот происходит 1917 год и уже неважно, как это называть, но большевики уже в 1917 году объявили спорт буржуазным пережитком. Спорт не нужен, никакого влияния на производительность труда нет, лучик станку и так далее, и так далее, и так далее. И даже несмотря на то, что вот второй главный редактор журнала «Русский спорт», который был предшественником «Известия спорта», потом «Красного спорта», потом «Советского спорта», «Клавдия Кавзарь», несмотря на то, что возглавила всероссийскую секцию физической культуры, секция не в сегодняшнем значении слова, а, ну, как министерство просто, ну, это физическая культура нечто маленькое, потом «Секция». Вот, тем не менее, она пропала очень скоро из политической арены и из жизни. Там путанная история не то самоубийство, не то доведение до самоубийства. Ну, сейчас дело не в этом. Ну, в общем, спорт был в загоне. Там смешной было, теннис неправильно, потому что сетка разделяет противников, сетка не должна разделять. Ну, в общем, какие-то... Бокс тоже был под запретом 17-18 год, потому что это не совсем по-нашенски. И кто-то в 18-м году, когда наступило время Всевобуча, большевикам подсказал, что хорошая концепция, хороший, крепкий атлет, хороший будущий защитник Родины. Ну, сначала хороший для гражданской войны материал, ну, а потом хороший защитник Родины. И Всевобуч, все как-то забывают, что там боков КВ, а посередине не Всевобуч, а Всевобуч. Так сказать, военное образование давали всем. И как раз разделили спорт на рабочий, крестьянский, прогрессивный и буржуазный. Да, потом были переходы, бокс реабилитировали, перевели в рабочий, крестьянский. Ну, неважно. 30 лет страна прожила 35, может быть, лет до смерти Сталина. Вот в этой концепции развивать надо те виды спорта, которые помогают воинскому духу. Это лыжные гонки, ну, по пересеченной местности. Да, 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 естественно. Но, в первую очередь, лыжные гонки, там всякие прыжки спортивные с парашютом на точность приземления. Это все в фильмах про 20-е, 30-е активно везде показано. Конечно, любая легкая атлетика, любые метания любых предметов. Ну, и, конечно, командные виды спорта. Хотя к футболу было отношение, так сказать, такое сложное. Напомню, что первый чемпионат СССР по футболу прошел только в 36-м году. Уже спустя там 18,5 лет после Октябрьского переворота. После смерти Сталина концепция поменялась. В течение 40 лет спорт был, в общем-то, профессиональным, но только никто в этом не признавался. Всех называли любителями. Потому что, когда в 1972 году встречалась сборная любителей по хоккею и сборная профессионалов из Канады, это, в общем, достаточно забавно, потому что профессионалы-то, конечно, были и те, и те. Конечно. Но мы изображали, что они рабочие на заводе, а в субботу собираются мяч или шайбу погонять. И потом 30 лет непонятного спорта с 90-х по начало 20-х. Потому что, в принципе, спорт имел все шансы стать бизнесом, даже шоу-бизнесом. Это в России, конечно. Мы сейчас про Россию. Я про Россию, потому что сейчас ты поймешь, к чему я уже подхожу, к финишу. И вот сейчас внимание государства неожиданно переключилось на совершенно другой спорт. В России массово строится, уже в следующем году их будет 12 гигантских таких центров, которые называются фиджитал-центры. Фиджитал, то есть фитнес плюс диджитал. Это, представь, арена, наверное, с Ледовый дворец, большой спортивный объект, где вот так по комнаткам могут сидеть две команды 5 на 5 или 4 на 4, неважно, каждый с джойстиком, и там резаться в какой-то там виртуальный баскетбол, виртуальный футбол, а потом выходить на реальную площадку, и там точно так же резаться уже в реальный футбол. И тот, кто и там, и там хорош, тот и выигрывает. Ну, плюс, конечно, гонки дронов и так далее. Ведь что такое сегодняшняя военная операция, любая? Что такое сегодняшняя любая война? Это ты сидишь, прощен, конечно, говорю, да, ты сидишь в окопе в неком укрытии, и при помощи некого подобия джойстика управляешь тем дроном, который со связкой гранат летит над врагом. Могут в какой-то момент твой окоп или укрытие разбомбить, тогда ты по пересеченной местности 100, 200, 300 метров бежишь до следующего укрытия, где берешь другой джойстик и снова управляешь дронами. Я в очень упрощенной форме. Никто, конечно, так, как я, не объясняет, что вот ребята, мы теперь тренируем будущих бойцов, но сделав фактически виток вот этот 100-летний по самым разным концепциям, какой спорт нужен стране, это к вопросу спорт вне политики может ли быть, да, тут просто прямая утилитарная функция. Просто впрямую, сейчас закачали деньги во ВКонтакте, чтобы не показывать, что прямые государственные деньги, и якобы частный бизнес ВКонтакте дает деньги вот этим фиджитал-центрам на строительство. Игры будущего, так называемые, в 24-м в Казани будут впервые проведены со всеми этими гонками дронов и прочими-прочими историями. И вот мы видим, фактически, это, ну, это гигантская машина. Количество денег там огромное, вот в этих фиджитал-центрах. То есть получается, что Российская Федерация отказывается от такого традиционного спорта именно по причине того, что ее уже практически никуда не допускают. И она ищет какой-то вариант. Или это целенаправленная, очень долгая политика, вот то, о чем ты говоришь. Слушай, ну, во-первых, смотри, в разных видах спорта по-разному. Теннис никогда не зависел от государства. Ну, может быть, внимания общества к теннису в 90-е было больше, потому что президент играл в теннис. Но президент не давал денег на теннис, и страна не давала денег. Это все равно теннис то, чем занимаются родители с детьми. Они вкладываются в это. Вот, поэтому, естественно, теннис отдельная история. Все теннисисты выступают. Спокойно выступают белорусские, российские. В каком нейтральном статусе это не принципиально, никогда флаг не был номером один в теннисе. Ну, на командных турнирах, там, кубок Дэвиса и так далее, там, понятно, все это происходит. А когда речь идет о индивидуальных видах, ну, это флаг вторичен. Вот. Командные виды спорта, ну, тут понятно, потому что в 18-м году в Пхенчхане был достигнут такой компромисс, что вроде как бы сборная не из России, а просто индивидуально приглашенных атлетов, но неким образом хоккейную сборную и прочие сборные мог приглашать, если уж это не индивидуально отбирал кого-то. Вот, сейчас ситуация сложнее. Сейчас в России раскручивается маховик, который, я уже уверен, точно приведет к тому, что Россия сама объявит бойкот олимпийским играм. Раз вы нас не хотите, хотя это неправда, очень это неправда, и хотят, и есть объяснение, почему хотят наших спортсменов. Но раз вы нам ставите условия, мы, скорее всего, сами не поедем. Еще этот год будет обсуждаться, до парижских игр 24-го года очень много времени, и нам всегда кажется, что что-то замыляется, размоется, поменяется. Но ситуация в целом пока сделана огромное количество глупых шагов, которые нас же отодвинули от Олимпиады. Вот кричат, смотрите, нам не дали телевизионные права, кричат российские телемейджеры, правообладатели, несостоявшиеся. Нам не дали права по трансляции Олимпиады 28-го и 32-го года. Естественно, все тут же начинают кричать, ах, политическое давление, отменяют... Никто ничего не отменяет. Есть простые правила, как проводятся тендеры. Один там для заокеанской публики там Discovery выиграл, и он там сам будет распределять по североамериканскому континенту. Для России выиграла такая контора, которая называется Европейский обещательный союз. Хорошо известная, объединяла 55 стран, сейчас 54, потому что в феврале 22-го года Россия обиделась, что ее не пригласили на Евровидение 22-го года, и в знак протеста вышла из Европейского обещательного союза. Ну, за нами же побегут, будут просить, умолять вернуться, а мы будем стоять и не соглашаться. Ну, большего счета никто не заметил. И когда Европейский обещательный союз в этом году выиграл тендер на 28-й и 32-й годы Олимпиады, Россия в этом списке нет. Ну, он же выигрывает всех, кто в его состав входит, и теперь уже нельзя как бы подключиться на каких-то особых условиях, да, потому что там деньги, там взносы были от каждой страны, ну, там какие-то много регламентных моментов, и получается сейчас 55-е в виде исключения, ну, нарушит права остальных, да. вот таких примеров, когда мы сами для России отменяем спорт, огромное количество. Здесь спрашивают наши зрители, а что, кстати, с фигурным катанием, что с Тутберидзе, что с Валеевой, то есть, вообще они сейчас тренируются за Россией, там, или как-то готовы выступать, что вообще происходит с этим направлением? Вообще закрытая тема, а также как закрыт каток, ну, в смысле, каток, существует, да, но только туда войти никто не может, даже родители этих детей. Там охрана круче, чем в Кремле, да, по-моему? Ты знаешь, похоже. Хотя Кремль не так уж и охраняет. Похоже, похоже. Я очень часто езжу по профсоюзной улице мимо катка Крустальной, и я никогда не видел, чтобы даже хотя бы забор, там, внешний контур был открыт. Вот, то есть, забор, потом второй пост охраны, потом вход в каток, попасть туда не может никогда ни один журналист, ни один родитель, ничего. Ну, родители, может, не так страшно, нет хуже врага для тренера, чем родители ребенка, но, с другой стороны, отдают-то детей не в 17 лет фигурное катание, когда они на Олимпиаде потом. Там совсем маленькие. Отдают маленьких. Прессинг жесткий. Я не очень понимаю тех родителей, кто позволяет на своем ребенке вот так издеваться. Ну, либо это родители, которые ребенка воспринимают как ту акцию, которая потом будет всю жизнь им, родителям, приносить дивиденды. Вот. Ну, это другая история. Вот. Дети психологически очень сломленные. Мы видим, как это иногда и публично выплескивается, когда какие-то разборки происходят. Между Ведведевой-Загитовой в 18-м, между Трусовой и другими. Трусовой и Тутберидзовой в 22-м. то есть, даже то, что мы на камеру могли видеть и смотреть в прямом эфире. Ну, и плюс, ну, если уж так, вот я не очень, может быть, эфирная тема, но когда, простите, месячные у девочек начинаются в 18 лет, у всех, которые занимаются фигурным катанием в этой группе, настолько гормональную суровую терапию и гормоны роста в первую очередь им колят или блокирующие как раз гормоны роста, чтобы они оставались маленькими, вертлявыми, не боялись крутить, там, прыгать четверные, пятерные. Но это же тоже неизвестно, какую рану и травму в целом организму человека наносит, когда тебя замедляют в развитии специально. Во-вторых, не надо думать, что если сейчас Россия не представлена нигде, то она сразу излечилась от допинга. Допинг это такая штука, когда есть ведь вот я помню Сергей Шубенков, известный лекотлет 110 с барьерами и его коронка, вот он мне рассказывал давно еще, лет 6 назад первый раз общались и он говорит, понимаешь, есть такая история, когда первый раз спортсмена принимают допинг, какие-нибудь вузовские соревнования, какие-нибудь кружные, подходит тренер и говорит, ну, к спортсмену, который вот так на грани тридцать и четвертое место, там же не ноздря в ноздрю все-таки на таком уровне, да, там серьезные там отрывы и так далее, и говорит, что вот, прими таблеточку или вот эту мазь, или вот нюхни, потому что не знаю, там о чем, конкретно, никто не поймает ничего и он вместо четвертого места занимает там первое или второе, на таком уровне этого достаточно, чтобы, так сказать, понятно, с 25 места первым ты не станешь, но если ты вот на грани где-то, да, ты можешь тренеру лишняя премия, он молодец, твои подопечные и так далее, тренер лишнюю десяточку наработал, тот десяточку, тот десяточку, ну, какие-нибудь вузовские соревнования, вот, а потом рано или поздно ловят и заканчивается вся твоя карьера, мы видим сейчас, когда на какую-нибудь там ижевскую винтовку, куда там приезжают юноши, в юношах соревноваться, вдруг 80 человек из 100 на старте снимаются срочно по состоянию здоровья, потому что узнали, что приехали допинг-офицеры, да, у 80 человек неожиданно живот свело. Заболели корей. Заболели, да, 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 ну, как, как вот это объяснить, вот поэтому Этери Тудберинз, вот у меня к ней одна претензия, она до сих пор не ответила на вопрос, на мой вопрос, что делает в ее тренерском штабе врач по фамилии Шведский, тот самый человек, который посадил, сам в этом потом признался, признал, точнее признался. Я помню громкая история. Да, шестерых грибцов подсадил на допинг, и вот какие уникальные умения у этого врача, что он взят работать в тренерский штаб, Этери Тудберицы. Вот ответьте тогда, вот объясните, Этери Георгиевны, ну, как бы, если, если вы, ну, это, видите, такая российская традиция, что награждают орденом Александра Невского, правда, при этом почему-то не пришла на награждение, там столько моментов непонятно. Она заболела. Ну, говори, что заболела, ну, как тебе на ижевской винтовке. Да, у нас сейчас звонок, давайте его примем. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы? Евгений Запорожья. Да, откуда вы, Евгений? У меня, да. А, Запорожье, я слушаю вас. город Запорожья, Украина, да. Я бы хотел вашу задать такой вопрос, вот недавно был чемпионат мира по хайпе, в сборной Африи, сборная Африи, они играли, в пунктали, вот, в прессе российской, наткнулся на такие смешки, что это за чемпионат, где в футболах играют такие команды, как в Африи, в Германии, в общем-то, так смеивали российские активные журналисты. Да, вот, когда Россия выиграла Олимпийские игры, которые никак не могут играть, у немцев в футболе, так гордились этим, так возвышали. Я хочу задать такой вопрос, почему российские футбольные эксперты, там, журналисты, причем это оно, я могу привести примеров много и по футболу, и так далее, и тому подобное, всегда унижают жилие достижения, и привычивают, и пользуясь возможностей, еще хочу латышей поздать вон за медали чемпионата мира. Спасибо. Спасибо вам. Хороший, очень хороший вопрос. Смотрите, сразу, на старте, к журналистике эти люди не имеют отношения. Вот про кого говорит наш уважаемый позвонивший слушатель, зритель, не имеют, я всегда считаю пропагандистов не журналистами, это другой жанр, совершенно другой жанр, когда у людей главное высмеять то, что происходит у остальных, когда не останавливаются люди перед враньем, вот нам показывали, весь февраль нам показывали этого бедного финского фермера, который на открытии чемпионата мира по фигурному катанию в Финляндии тоже катался и там постоянно падал на церемонии открытия. Ну, простите, объясните, что это не соревнования, это каждая страна в церемонии открытия свои собственные идеологии мы можем включать. В России это будет спорт высших достижений. Сделают красиво, там потратят много миллионов долларов на церемонию открытия, но будет дорого-богато, да, и все будут красиво ленточки там, это самое, крутить гимнастки на коньках кататься и падать искусственный снег будет и неожиданно с 10-метровой глубины из-под там поля кто-то будет там вылезать, да, какие-то мифологические герои. Ну, вот, а где-то идут по принципу, что надо показать, что спорт равных возможностей, спорт для всех, спорт помогает человеку в повседневной жизни, и поэтому в Финляндии на двухчасовой церемонии каталось там 100 женщин вместе, делали синхронные какие-то, там какие-то неожиданные какие-то мужчины 50 плюс, первый раз поставили на коньки трех-четырехлетних, они смешно все катались вдоль бортика и падали, первый раз в жизни вышли, и всем было хорошо, ну, потом этот фермер, сменивший пол, ориентацию, и, я уж не знаю, все, что вместе сразу сменивший, да, вот это, ну, не знаю, неделю, наверное, смаковали все российские телеканалы, и все кругом это писали, а это был 40-секундный фрагмент из двухчасового шоу, выдернутый из контекста, да, поэтому вот эта ситуация, а, России нет, значит, нечего смотреть, ну, простите, но я помню очень хорошо вранье 84-го года, когда Россия не поехал, советский советский не поехал на Олимпиаду в Лос-Анджелес, да, байкотировал ее, и устроил какой-то смешной потешный турнир, который назывался Дружба, ходил я на разные там виды спорта, что такое хоккей на траве, смотрел, ну, интересно, было все бесплатно, везде пускали, потому что никто, трибуны пустые были, никто не приехал, и вот, причем хоккей на траве, я помню, приехало три страны, СССР, Аргентина и ГДР, которые вообще не культируют хоккей на траве, у нас какой-то вид спорта, сказали, а вот вы будете хоккей на траве для Олимпиады 80-х, и так далее, вот, и каждый раз после любого заплыва, там после любого окончания, любой дистанции, очень хорошо помню, как это было 40 лет назад, диктор объявлял, победитель Лос-Анджелесской Олимпиады занял бы на турнире дружбы со своим результатом шестое место, очень хорошо помню, потом, когда спустя годы все протоколы всего оказалось открыто, выяснилось, галимое вранье, не заметила потери 12 стран Лос-Анджелесской Олимпиады, и оказалось первым в истории прибыльной в 84-м году, да, а мы зато сами себя потешками этими баловали, вот, поэтому очень некрасиво, чемпионат, во-первых, был на очень хорошем уровне, если сравнить посещаемость в Ноке, ну, пригород, тампера, и на арене Рига, да, сравнить среднюю посещаемость и общую посещаемость, то он обошел некоторые чемпионаты мира, которые были в России, в Матищах, в Москве, в Петербурге, в 2000-м, обошел, вот, как-то непарадоксально, и посмотрите, последний матч в Латвии, 9-200, 9-800, да, Рен Рига, по-моему, под 10 тысяч умещает, то есть, полный аншлаг, да, оверсейлс полный был, и какие эмоции, и когда там начинают говорить, а, это, наверное, договорняки, простите, какие договорняки, в полноги играла, наверное, только Швейцария, которая уже обеспечила себе первое место после шести побед в основное время, и как бы она не сыграла с Латвией, она все равно оставалась на первом месте, и вот там, может быть, действительно, есть элемент, что не так сильно мотивирован был соперник, а простите, во всем остальном, я смотрел от первой до последней минуты матч полуфинальный с Канадой, ну, может быть, вальяжно играли и США, и Канады на этом турнире, ну, им, конечно, тяжело в 14-20 начинать матчи, то есть, все-таки, у них, у них, да, чересчур, не то, что раннее утро, а еще ночь была в сознании, но, тем не менее, потом мастерство и так далее, хотя 2-1 Латвия вела у Канады после двух периодов, и обидный бросок из-за ворот, когда Шева попадает сзади, шлем в вратарю, но вратарь не может среагировать на такой бросок, и к тому же, обидно от шлема ровного ворота отскакивать, да, это надломить кого угодно может, но достойно поражения 2-4, при том, что четвертая уже в пустые ворота была заброшена на последней минуте, то есть, по большому счету, очень крепкий сбор, у меня есть объяснение, почему так Латвия хорошо сыграла, конечно, когда все находились вот в этом сложно кватируемом турнире под названием континентальная хоккейная лига, «Динамо Рига» это не правоприемник того «Динамо Рига», который был в советские времена, это искусственно созданный продукт для того, чтобы менеджеры «Газпрома» и прочих компаний могли, так сказать, приезжать вроде как поболеть в Латвию на свои там матчи, «СКА Динамо Рига», «ССКА Динамо Рига», ну и так далее, ну а под покровом хоккея порешать свои политические, экономические и прочие газовые, нефтяные вопросы, да, вот сейчас проект уже оказался не нужен, «Динамо Рига» существовало в турнире только потому, что считается, что наверху должны быть решены вопросы, кто играет, кто и играет, сигнала сверху не было, по остаточному принципу продолжало играть, и даже те латышские хоккеисты, которые играли в московских клубах, «Никс Индершис», год назад, два года назад его выгоняли из московского «Динамо», они продлевали контракт в конце сезона, потому что говорили, слушай, ну для, был бы ты местный, это ладно, а для легионера ты не очень хорошо стараешься, не очень хорошо играешь, что это, какая разница, человек приносит пользу команде или не приносит, какая разница, для легионера, не для легионера, и вот, когда по политическим уже соображениям «Динамо Рига» перестала играть в КХЛ, ну там регулярный сезон кончался в конце февраля, в 22-м году, в плей-о в «Динамо Рига» не попало, поэтому к окончанию чемпионата с известными событиями в феврале 22-го совпали, и «Динамо Рига» вышла из КХЛ, и все игроки окунулись либо в европейский чемпионат, либо еще куда-то, часть игроков уже за океаном, как Артур Сшилов, вратарь, и находились в АХЛ, не обязательно в НХЛ, АХЛ, как бы фармлига, американская хоккейная лига, и вот неожиданно, вот они же все мастеровитые ребята хорошие, они вышли из этого болота по названию КХЛ, за год перезагрузились, и оказалось, что и прекрасно сыграны, и прекрасное мастерство, а мало кто на чемпионате вот так вгрызался в шайбы, вгрызался в борьбу, первое полтора периода в полуфинале матча с Канадой Латвия диктовала игру, а не Канада, да, поэтому объяснение совершенно разумное, еще раз повторю, мне стыдно за тех, кто объясняет, что вот, так сказать, фиговый уровень можно не смотреть. Много вопросов про Алину, естественно, потому что Алина это с одной стороны спорт, она проводит различные фестивали, ну и во-вторых, конечно, ассоциируется с самознашением. Вообще, Алина сегодня какую роль играет в российском спорте? А ее как-то мало, ее очень, ее незаметно, я думаю, она играет роль в спортивной прессе, конечно, она представитель сет директоров у Спортэкспресса, ну, национальной медиагруппы, да, он же входит в национальную медиагруппу, а, национальную медиагруппу, да, 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 и там, естественно, она давным-давно уже представитель сет директоров, несколько лет, я не думаю, что она там прямо так в рутинной работе принимает участие, ну, так сказать. А что это за патриотические различные, там, я видел какие-то видео, где у нее там все с георгиевскими лентами, какие-то и так далее. Я не смотрю. Не смотришь? Честно, не смотрю. Маева сегодня она в олимпийском движении, российском, спортивном движении, она как... Нет, она не заменна. Нет, она проводит вот турнир, вот сейчас турнир Алины идет, но я про этот турнир, например, сегодня утром вспомнил, только потому, что подписан на аккаунт Дмитрия Губерниева, а Дмитрий Губерниев это человек, который, по-моему, проснувшись сразу берет телефон и начинает себя снимать. Вот, и вот там я увидел, как он с Алиной фотографируется, потому что приглашен модерировать все, что происходит вокруг этого турнира под названием Алина. Вот, поэтому, ну, можно так вот иронично относиться, нет. Ну, честно говоря, я вот один из раз в жизни брал в Нью-3, один раз общался, это было, наверное, лет, да, 11 лет назад, в 2012 году, я тогда учил Николая Валуева быть радиоведущим, вот, кстати, он благодарно всегда про это вспоминает, каждый раз в эфирах там благодарит, рассказывает, кто его учил и так далее, надо Николаю Сергеевичу отдать должное. И вот тогда сразу, естественно, это был политический проект, депутат Госдумы, ведущий, я ему писал там 60 вопросов, списочек, вместе сидел в эфире, помогал ему, поначалу, первые там 5-6 эфиров, и вот первые эфиры, естественно, ходили самые-самые-самые, прям мега-звезды, Павел Буре, Анатолий Карпов, Алина Кабаева, там где-то 3-4 эфир, и запомнилась тем, что она вела себя очень незаносчиво, совершенно по-нормальному прошел эфир. Это уже после того, как появилась статья в московском корреспонденте? Или еще до? После, конечно. После, после. Вот, там были подготовленные вопросы к эфиру специально, чтобы согласованность со стороной гостей, что-то сказать, что-то спросить о ее детях, есть дети или нет, тогда эта тема активно муссировалась, но еще, так сказать, не было ничего известно. В течение двух дней согласовывалось, какой фрагмент из эфира вырезается, чтобы дать. Потом вдруг после двух дней согласований с разными структурами пришел запрет и просьба вообще вырезать из передачи этот фрагмент и убрали вопрос предъявить. Где-то там согласовывалось наверху. Вот. Ну и еще момент запомнился, так, наблюдение. Ну, когда приходит гость какой-то известный, да, ну, на любой, в любом СМИ существует правило, либо там расписываются. Да, тебе еще предстоит. Я не к этому. Я не к этому. Либо гость расписывается, либо вешают фотографию с его автографом. Ну, как-то, как-то, естественно, прибегают, фотографируют. Значит, ты вот на четвертый этаж к нам поднимается Алина, кто-то сразу фотографирует и так далее. В этот момент Алина со всей группой сопровождения, какие-то там многочисленные женщины с блокнотиками, ни слова не говоря, все синхронно разворачиваются и начинают уходить. То есть, мы не понимаем, что произошло. Надо было за два дня согласовывать, что будет съемка. Говорят, да нет, это для себя. И только убедившись, что все, все убрано, никто ничего не снимает, не фотографирует, только тогда опять все развернулись и снова вошли. Это было забавно. До такого уровня согласований никогда ни с кем не приходилось. Но вы понимали, что Алина не просто гимнастка, не просто олимпийская чемпионка? Или тогда этого понимания еще не было? Ну нет, все это уже в 12-м году это уже кругом были об этом. То есть, все все знали и, в общем, вот эти косвенные признаки это все подтверждали. Просто я брал интервью у Кабаевой до всех этих событий и никаких согласований не было. Мы с ней говорили полтора часа. Она даже не просила что-то вырезать, но это было очень давно. Это было... Мне тогда еще Ирина Винер помогла с ней организовать интервью. Просто я ей позвонил... Ну какой год? У меня она на первой интервью вести была раньше. Две... Двух... Ты... Две тысячи... А, у меня в 98-м. 2005-м. В 98-м были всемирно-юношеские игры и мне показали, что вот 15 лет это будущая звезда, она сейчас уже всех победит. И так и было. Вот 15 лет короткое интервью было. А я вот не помню, она тогда уже была олимпийская чемпионка или не была. Ну вот я помню, что я просто... Нет, олимпийская чемпионка в 98-м она быть не могла. Нет, она в каком стала олимпийской? В 2000-м. Значит, да, после того, как она стала олимпийской чемпионкой, я позвонил ей и мы с ней тогда поговорили. Но тогда все было просто. Причем Винер сказал, окей, я сейчас позвоню, дала телефон ей ее домашний, я с ней по телефону разговаривал. Нет, Винер-то и сейчас контактная. С ней договориться о чем-то... Об интервью не договоришься? О том, чтобы... Хотя мне один раз на мероприятии советского спорта нужны были и сестры Аверины, одна ведущая, ну, соведущие мероприятия, другую мы там награждали чем-то и спокойно нам организовали, только, говорят, тренер еще, их личного тренера позовите, чтобы по понятиям все было, всех ответить. Вот, и нам дали сестер Аверина без всяких условий, без каких-то сложных-сложных согласований и так далее. А что с Усмановым? Он сегодня играет роль в спорте? Я думаю, конечно, играет роль в спорте. Развод, который был у Усманова и Виннер год назад, это, я думаю, абсолютная формальность, чтобы Ирина Виннер не попала под санкции. Вот, и как член семьи, значит, человека под санкциями. Вот, поэтому, конечно, играет, и, я думаю, далеко не последний. Да, он не так уже может быть активен с какими-то вещами, связанными с мировым спортом. Да, он не может быть там, я не знаю, владельцем лондонского арсенала с владельцем, когда-то, да, он был. Вот, но думаю, что и для фехтования своего любимого и для всего остального у него, конечно, ресурсов, времени и всего хватает. Но я хочу, уже в завершение, мне показывает режиссер, что тебя надо отпускать скоро. Мы обещали, а сегодня мы очень дисциплинированы. Это, кстати, не всегда с нами бывает, мы сегодня дисциплинированы. Первого гостя отпустили вовремя, и тебя отпустим вовремя. А твоя эпоха в советском спорте подошла к концу. Ты ушел с поста главного редактора. Да. Тяжело это было? Я так понимаю, у меня получается по 7 лет везде. 7 лет я был главный редактор радиоспорт в свое время. В общем, так смешно у меня, ну, это как забавная такая деталь. Помнишь там дату назначения, вот меня назначили первый раз главным редактором 12-го, 12-го, 2006-го. И спустя 10 лет, 12-го, 12-го, 2016-го, меня назначили главным редактором радиоспорта. На спорте ты же с Дудем пересекался, правильно? Дудь к себе приходил. Ну, Дудь приходил ко мне, да, да. Ну, нет, ну, с Дудем то у нас были отношения такие достаточно хорошие еще в 12-м, 13-м, 14-м году он приходил на эфиры. В какой-то момент мы даже в 12-м согласовывали, что он будет на радиоспорт работать. И мне тогда понравилось, что мы долго-долго общались, 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 а потом он говорит, слушай, знаешь, я сейчас на том уровне, что у меня еще не все знают, не все знают, как я работаю, поэтому просто приходить, нажимать на кнопку и начинать что-то говорить, это неправильно. Я хочу готовиться так, чтобы все поделали. Вот это шоу, вот это нормальная передача. А возможности готовиться у меня нет. Я там на Спортс.ру работаю, на телевидении проект начинается, поэтому, если ты не обидишься, пока давай поставим на паузу, потом, спустя время, вернулись, спустя время. Мне это очень понравилось, вот мало кто мог вот так прийти и извиниться и объяснить, что вот так и так. Но поддерживаете сейчас отношения? Я не знаю, тот ли у него номер телефона, я выполнял очень такую сложную функцию, вечно огромное количество людей обращалась с вопросом, готовы Дудю заплатить денег, лишь бы он взял интервью того-то, того-то. Не буду сейчас называть, потому что закрытая информация. Я говорю, Дудь не берет деньги. Ну вот, насколько я знаю, не берет, по крайней мере, мне говорят, что точно не берет. Вот, поэтому, ну, слушай, ну попроси, ну вот столько-то, называют совершенно феерическую сумму, феерическую сумму. Я звоню, Юрий отвечает, Коль, ну ты же знаешь, что я не беру тебя. Вот я один раз возьму, у меня сразу вниз рейтинг, и все пойдет, потому что это сразу всем стоит известное. И вообще меня перестанут слушать, смотреть и так далее. У меня вот все так, как есть, потому что я не беру деньги за эфир. И я не знаю, правда это или не правда, я не могу ничего утверждать, но позиции симпатичны. А потом, последние года-два, я уже не читает, может, номер сменил. Ну, а по поводу советского спорта, вот, чтобы подвести итог, 7 лет. Слушай, ну я очень рад, ты знаешь, я просто сейчас могу уныло по-менеджерски говорить, но вот, если не про контент, а действительно, очень сложно было в начале, когда я стал даже не главным редактором, а когда спустя там три года я еще стал генеральным директором советского спорта в январе двадцатого года, долги там, это уже годы прошли, это не коммерческая тайна, долги составляли там 26 миллионов просроченных, безнадежных, пятилетних долгов перед дологовой, и там 17 миллионов долгов перед сотрудниками по зарплатам. Я рад, что к тому моменту, когда я уже по просьбе владельца вошел в переговоры и продавал новому владельцу советский спор, сейчас сменился владелец, долгов по зарплатам стало почти ноль, там меньше одного миллиона было, 17 стало меньше миллиона, ну практически я погасил все, а долгов перед государством удалось сбежать уже к декабрю 21-го, то есть уже полтора последних года без долгов. В этом смысле я считаю издание, которое было глубоко убыточным и был вопрос, что оно еле-еле сводит концы с концами, мне удалось поставить на ноги и так далее. Не то, что прям, ну ты так сказал, эпоха Еременко, да, но многие, многие олицетворяют там обложки советского спорта и так далее с тем, что там я креативил, придумал. Понятно, но мы владельцы, я им очень признателен, мы совершенно бесконфликтно расстались, ясно, что тоже не будет прежнего гендира и главреда оставлять, вот, но мне часто сказали, и надо спасибо, можно сказать, за честность, мы привыкли, что обложки, кто креативит, Еременко, кто пишет громкие статьи, из которых целые там совещания собираются в РФС и в других местах, анализировать описанную в статьях ситуацию, Еременко пишет, кто там, с кем судятся постоянно, с Еременко судятся, а нам хочется, чтобы это ассоциировалось не с Еременко, а с нами, владелец всегда прав, но надо жить так, что в тот момент, когда ты узнаешь о твоем назначении на должность, надо быть готовым с этого же дня, со следующего дня входить в кабинет к начальству и класть заявление об уходе, вот, ну, это же, да, неприятно, это жизнь, как бы, я совершенно спокойно расстался без каких-то конфликтов, мне очень многие вещи не нравятся, которые сейчас происходят, да, я не брал на себя обязательства не критиковать, да, потому что, ну, прямо вот такой, опять, ура, патриотизм, запрет на любые критические темы, нельзя писать про фан-айди, это вот болезненная для болельщиков в России тема, паспорт болельщикам, из которого нельзя ходить, теперь на футболе, ну, да, ну, в конце концов, ну, такой коммерческий путь ребят для себя избрали, их право, зачем мне это осуждать, я вел себя по-другому, ну, ну, что ж, спасибо, спасибо, что назвал эпохой, да, да, ну, 7 лет, это, в общем, такой серьезный, как мне кажется, временной отредок, спасибо, что нашел время и пришел к нам в студию, Николай Еременко был с нами на протяжении этого часа, спасибо, спасибо, Субтитры создавал DimaTorzok